Плохо слышно, то скажите, я попытаюсь поднять громкость микрофона. Кому слышно, кому не слышно. Мнения расстелились, примерно 50 на 50. Ладно, я попробую совсем чуть-чуть увеличить громкость моего микрофона. Так лучше? Ладно тебе. Ну, я чуть-чуть поднял громкость, будем надеяться, что так будет лучше. Модераторы, можете проставить, какая сейчас игра и мировой рекорд? 75$ от FAB Paganel. Вы, ребята, вы любите. Попробуй идти. Ну, нет. Ну, слышно, так слышно. Я не могу сделать потише стрим официальный, потому что я не сижу в Галкафе. Я сейчас нахожусь более чем за 1000 километров от Галкафе, так что... Какие шумы? Не знаю, какие вы шумы услышали. Ну, будем надеяться, что так нормально. Всё. Давайте. Вот уже настроили Мегамена. Он называется Rockman X. Я так понимаю, это потому, что... Они будут играть в японскую версию. Ну, в принципе, чуток про игру. Мегамена X. Это ответвление серии Мегамена. В 87-м, мне кажется, году началась классическая серия Мегамена, которая, наверное, всем больше известна, просто как Мегамен 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Но где-то в 90-е годы дизайнер Мегамена начал другую серию, которая называется Мегамен X. И она продолжалась около 4-х игр. Я буду стараться говорить подромче, хорошо. И после Мегамена X идёт, как бы, по сюжету Мегамен Zero, где самого Мегамена уже на самом деле нет. Там другой главный герой, и он красный, а не синий. Это вот. Он зовут Zero. Также Мегамен ZX, который вообще на Мегамена оригинального не похож. Там всё совсем по-другому. И мы это всё увидим. А в конце концов, после серии ZX, компания, которая делала вот эти вот игры серии Zero и ZX, перестала делать Мегаменов. И взялась за... Смелый индиан, спасибо за твою 50-доллар донation. Сидь, животные, амболы. Активь, животные. Убивь, животные и их богатые. Оооо. Спасибо, Попа, за твою 20-доллар донation. Это один год годы смерти от смерти человека due to cancer. Но даже при том, что началась серия Мегамен X, и вот это вот ответвление от серии классических Мегаменов не прервалось. Её делали дальше. И что мне кажется очень характерным, это то, что Мегамен 10, которого мы увидим завтра, как и несколько других Мегаменов, Мегамен 10 вышел в 2010 году, и его графика ничем не отличается от Мегамена первого, который вышел в 87-м. То есть, выглядит он точно так же. И, в общем-то, в дизайне самой игры... Снайдрус, небольшое дополнение, тебе сейчас придёт... Небольшое дополнение, тебе сейчас придёт Каспер, вот, и возможно, потом ещё мимо Каркадия присоединиться. А я пока отойду, потому что я после этого буду ещё очень долго стримить. Хорошо. И, да, кстати, я хочу заметить сразу, если ты, ну, как бы узнал, здесь сидит Калиб Харт, очень известный Мегамен спидранер и Биг Джон. Иван там, конечно, комплектован. Ну, это, кстати, очень большие стримеры, если что. Если вы не знаете, кто это, погуглите, только Биг Джон или Калиб Харт. То, что пожертвовали денег на то, чтобы клавиатура распределила, куда они пойдут. Которые, то, что участвовало. О, мой бог, он пошёл к Плэду. Раз, да, и сразу говорит, ты будешь как бы основным комментатором, ребят, там будет на подхвате, если что. Хорошо. Всё, тогда я оставляю ребят на всё это. И всё, отхожу. Вроде как не начали. Сейчас, на секундочку. Как вы видите, внизу год выхода игры, Мегамон Икс, это 93-й год. Но, сам по себе, он уже выглядит намного лучше, чем классическая серия Мегамонов. Да, это, конечно, нам. Собственно, зачем дизайнер захотел сделать серию Мегамон Икс и так далее, это потому, что он хотел как бы перезапустить сюжет и перезапустить саму идею серии, то есть целой кучей новых механик и так далее. И получается, делать просто заново игру у него не получилось, потому что в Нинтендо сказали, извините, у нас тут очень прибыльная франшиза намечается, и мы её просто так запрыть не разрешим. Поэтому, по идее, события Мегамон Икс происходят там через 100 лет, после событий классического Мегамена, и связь между ними по сюжету такая очень косвенная. Стрим будет идти долго. Он закончится где-то посреди воскресенья. И, в общем, в чём суть Мегамена. У классического Мегамена сюжет очень прост. Его можно объяснить в трёх-четырёх предложениях. То есть есть добрый дед, Токерлайт, который сделал доброго робота, рокмена, или просто рока, который потом уже начал называться Мегамен, особенно в американских релизах. И есть злой дед, доктор Вайли, который сделал восемь плохих роботов, и добрый робот рокм валит восемь злых роботов, потом валит самого доктора Вайли, доктор Вайли извиняется, и убегает. Или его садят в тюрьму, он убегает, или его запихивают в больницу, он убегает, и в следующей игре история повторяется. Это иногда небольшими изменениями, но в принципе это вся суть сюжета всех десяти классических Мегаменов. Привет, стрим! С вами сейчас присоединяется Мимо Крокодил, Мимо Крок. Привет, Сайрос. Привет. Кстати, это ты рассказал про сюжеты, основные классических Мегаменов. А в Мегамен X, они там как-то не сильно отличаются? То есть там аналогичная суть, да? Нет, там суть на самом деле совсем другая, только в Мегамен X есть как бы тот же принцип, что есть как бы восемь разных фраков, которых надо победить на разных уровнях, а потом идти к главному боссу. Сюжет. довольно-таки сильно отличаются, потому что это как бы просто другая сюжетная линия. Угу, понятно. Мне кажется, они собираются начинать. Да, да, уже представляют. У нас два классных бегуна. чемпион HGDQ 2015. Кстати, вот этот вот аннонсер, я забыл, как его зовут, ты случайно не помнишь? Этот подкачанный товарищ. Он крут, конечно, относительно. И дедушка или как там, можно его назвать вообще крестным отцом всех забегов по мегамэну Тики. Они и на предыдущих событиях были. Погнали. Так, они готовы начинать. Поехали. Так, мы синхронизированы. У тебя какая секунда идет? Восьмая, девятая, десятая. Так, я чуть впереди. В общем, в спидране мегамэнов самое главное не останавливаться. Ни на секунду. То есть, вы движетесь от левого края уровня к правому краю уровня с непетрими переходами между локациями. Но спидран оптимизируется таким образом, чтобы не останавливаться, если вы, конечно, не сражаетесь с боссом. Когда вот прекращается скролирование экрана. Да, тут только что вы видели, как они просто вдвигают в босса и продолжают спамить выстрел по нему. Ну, это так, мини-боссы. Но они просто танчат дамаг своим лицом и просто стараются не останавливаться на секунду. Говорят, что в первом уровне очень много вещей могут пойти не так. может быть много ошибок, потому что вот, например, вот эти вертолетки небольшие или другие ведут себя по-случайному. Вот, например, у Тики какие-то у него начали нажать машинку и тратят чуть больше жизни, чем стоит. пятьдесят пятьдесят фрэйм или что-то так. Я не пойму, но это очень стремно. рискно, потому что автомобиль в том, в том, как они расположены, они могут выстрелить, и выстрелить и выстрелить. И вот первый робот. Это здорово. Это здорово. Пока оба действительно оптимально одновременно все производят. Да. Как бы... Фидоман победить не может. Его тут спасает. Да, его тут спасает, собственно, от серы. Важный легамар. По сюжету от Megaman X, доктор Кейн, нашел в разговорах археологических робота, который был как Megaman. Его назвали просто X. А-а-а. Токтор Кейн изучал этих роботов. Он их воссоздал. И они начали называться реплоидами. То есть, репродуктивные андроиды. Которые могут жить как нормальные люди, чувствовать хоть они роботы и так далее. И реплоиды, собственно, имеют сверхчеловеческие способности. Некоторые из них начали бунтовать. Начали представлять собой грозу для людей. И... Появилась такая организация охотников-реплоидов. И Megaman относится к ним, как и Zero. Хотя он сам реплоид вроде бы. Мегамон тоже? Угу. То есть, эээ... Не все реплоиды злые. И даже в поздних играх будет такой... Неоправданный расизм против реплоидов. Например, Megaman Zero. Угу. Собственно, сюжет Megaman X, это то, что есть один главный реплоид, который... Подъединил несколько своим командованием, они называются Маверики или Отступники. И это надо сначала подъединить всех Мавериков, а потом главного, которого зовут, если я не ошибаюсь, Сигма. Yoshi the Mac, здесь. До свидания. Да. Да. Получается... А у нас сейчас категория прохождения 100%, это убийство всех боссов или есть еще какие-то специальные требования? Насколько мне известно, все боссы и все улучшения. Я точно не помню, я помню Any% Run, но мы еще увидим, где есть какие-то особые моменты 100%. Ага. Собственно, в классических Мегаманах и в Neckdomo X тут в том, что вы проходите один уровень и в конце босс с какой-то своей особенностью. В данном случае это такой кингвиноподобный реплоид, который атакует снегом, холодом и так далее. Они оба довольно быстро разобрались с этими боссами. Главная задача Скудрайнера это запомнить все паттерны, на которые способен босс и постоянно пробовать сделать криккил. После каждого босс-файта Мегаман получает силу этого босса. У него добавляется какая-то одна атака, которая бьет под теми этого босса. То есть, если убедил снежного босса, то дается снежный атака. Они поднимаются наверх, используя очень много боссов. Например, в классических Мегаманах отрыгивать от стены вообще нельзя было. Там было как бы, ну, было отдельное улучшение, которое позволяло, например, поставить дополнительную платформу на стену, но просто прыгать по стене не было с отдельной механикой. Тут они используют небольшой дэмэдж босс справа, чтобы не сражаться с этими врагами. А последние несколько секунд... А, ну вот, они оба опять изменили цвет. Перед этим другой цвет был именно у дома Ликса. Это... цвет меняется, когда меняется оружие специальное или в каких-то других случаях? Так, это когда меняется оружие. Вот сейчас они переключаются вот на оружие от того пензина. А, понятно. То есть, ледяное оружие, голубой Мегамэн. О, это был интересный скипк. Да, вот слева Тик, не так не мог запрыгнуть, вот тоже получил. Ну, собственно, надо собрать все предметы. Это как... тут есть и тэнк, это энерджи тэнк, который восстанавливает полностью жизни. А есть там... просто дополнительная жизнь. И так далее. Вот Домоликс уже на боссе. Вот такая интересная стратегия, просто подпрыгивать перед этим боссом. И да, он тебя рашит. Там Ликса удалось застанлочить босса. И... готов. Даже ни разу не получит урон. Вот довольно неплохо. Да, выглядит хорошо. Станлок, то есть... С одной стороны, с другой стороны, как только он перемещается, тут же получает следующие удары. Вы вынуждены телепортироваться в следующую сторону. Но тут вроде боссы не такие поломанные, как в более ранних мегаменах на еще NES. Ну да. То есть... Здесь, по крайней мере, выглядит все прилично. Особых глюков нету? Или есть какие-нибудь супер страшные вещи, поломанные? Ну, на самом деле, в 1% я никаких таких очень сильных глюков не заметил. Например, как пропуск всего уровня или что-то в этом роде. И тут Домоликс не допрыгнул до айтема. Тики. Вот, допрыгнул-то, получается, можно отбрать айтем с помощью бумеранга. Дом... Вот как мы только что видели Домоликса. Он сам не бежал за айтемом, он кинул бумеранг и... Он как бы его... Тут же подобрал. Да, прикольная механика. Получается, они только что потеряли преимущество Домоликс, и он теперь, наоборот, в роли догоняющего. А еще на этом уровне очень классная музыка. Если вы ее не слышите у нас на рейстриме, то очень жаль. Нет, должны слышать, звук есть. Тики. Они не самые классные саундтреков, как у меня. Вот сейчас Тики разговаривает с помощью голограммы с Доктором Лайтом, которым я раньше упоминал. Видите, Тики там, встал, видимо. Так же, система с боссами работает таким образом, что вы всегда начинаете вот без дополнительных оружий, только со своим мегабастером. Ну, то есть у мегамана дефолтное оружие называется мегабастер. И когда вы получаете силу босса, есть всегда как кто-то из боссов, кто-то слаб против этой силы. И если вы знаете, кто против чего слаб, вы можете выстроить последовательный способ, чтобы проходить их как можно оптимально. Как камень, ножницы, бумага, только больше элементов. Да. И всегда есть как минимум один босс, который слаб против самого мегабастера. Паттерны игл глида, его зовут иглит, иногда чуть-чуть рандомные. Любовь. Ну, как он летает. И Тики, лучше всего победить довольно быстро. Говорят, что Ид затролил до молекса. Кстати, как вы можете заметить, в этой игре все боссы стилизированы под какое-то животное. Вроде бы даже, может быть, с прожертвованием, хотя вроде они прожертвования начали позже зачитывать, чем были самые аплодисменты, может это было как-то связано именно с началом уровня, может какой-то интересный скип. Вот тут они получили небольшой коварап, который на самом деле почти не используется в игре. Но его нужно собрать для того, чтобы было стопроцентное прохождение. Да, да, да. Вы видите, тут они используют очень часто опять бумеранг, чтобы поднимать предметы, которые находятся даже за стеной, ускоряет процесс существенно. По передвижению, как бы, федеран Мегамена состоит в основном из вот таких вот дэшей или из подкатов в других частях. Просто бегать медленно, убийственно медленно, поэтому они повсюду дэшуют. У них по-прежнему разница порядка 7-8 секунд, даже, ну, 10-ти, да, может с мелочью по отношению друг к другу. И, конечно, игл. Этот уровень очень часто очень многим нравится. Музыка на нем. Здесь она тоже... Она вообще в этой игре хороша, как из того, что я слышу. Уровень очень техничный. Механика игры, которая часто встречается в Мегаменах, это как бы пропадающий уровень. То есть все становится темно. В разных Мегаменах есть разные подходы к вот этой механике. Например, иногда есть какой-то врат, из-за которого все становится темным, и его надо сначала завалить, и тогда все вернется в бой. Есть много вепон-свапс, много тайм-дэшов и все таки. Субтитры слаймы с мини-боссами, это как-то шутка, и 100% очень больно, чем в ни-персенте. Я считаю, что в 100% этот мини-босс очень легко убивается, а в ни-персенте не очень. Но он, в любом случае, с помощью силы игла, Он ходит довольно быстро. Сейчас они объясняют вот почему они хлопали. Они оба получили один предмет с помощью бумеранта. Там просто очень сложный прыжок. Многие... И его не так просто получить с первого раза. Но они оба получили его с первого раза. Вот против Мандрила они используют ледяную силу. Так, как сейчас у нас относительная громкость? Тоже не знаю. Ну, сейчас я спрашиваю у чата, потому что они сейчас нам дают отзывы в основном. Раньше писали, что я тихова. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать с тобой в курсе. Ну, вроде бы, сейчас должно быть получше. В любом случае. Да, продолжаем. Так, там уровень с какой-то тележкой. Ну, довольно странная тележка. У нее ошибки на двух сторонах. Она сносит все на своем пути. Лаг сейчас на ней едет. Этот уровень с шахтами. Тут, как бы, очень-очень техническое передвижение, потому что, видите, все эти колесики, которые выезжают из края крана, надо, как бы, запоминать, где они находятся, и стрелять в них заранее. Если вы собираетесь передвигаться быстро, то вы можете, как бы, в них врезаться, и это идет большим замедлением. Теперь пишут, что меня потише. Ты слишком громко. Сейчас попробуем. Ну, пишут все нормально со звуком. Хорошо. Ставим так. У него тоже рандомный паттерн. Он может просто кататься туда-сюда, и когда он залезает в панцирь, то он неуязвимый. И если он много катается в неуязвимости, то тратит много времени. Тут можно полагаться только на удачу. Очень хорошо. Дом немного подтянулся, говорят. Действительно. Теперь уже уровень на пляже. Ну, не совсем на пляже, сейчас он будет вообще подводный. Потому что босс — это кальмар. Похож на октопуса, осьминога. Ну, да. Подводные уровни отличаются в основном тем, что передвижение чуть-чуть помедленнее, но можно дальше прыгать. Но все-таки основная суть передвижения не меняется. Игрок просто дэшит бесконечно. И прыгает, и летит. Кстати, видно на экране Тики, что он чуть-чуть пропустил анимацию от взрыва. Да, получается, большое количество, опять-таки, спрайтов на экране вызывает замедление консоли, лаги. И, соответственно, медленнее все происходит. Да. То есть они стараются не видеть на экране много взрывов, много спецопертов. Может быть, Дом, если он способен сделать это. Да. Это как блоки жунка или что-то, я не знаю. Итак, октопус может быть маленьким троллером здесь. Если он решит сделать много взрывов, вы не можете их дамазировать. Или вы можете... Вы можете попробовать его взрывы, но я не знаю, если они будут за это. Это довольно рискованно. Да. О, да. Есть возможность, что он может получать инфинитическую комбо, и он просто умеет. Но, конечно, это очень хорошо для Тики. В счет октопусу говорят, что он может вызывать водовороты. И это очень не классно, потому что водовороты дамажат. И у Тики повезло, он ни одного водоворота не сделал. Посмотрим, как будет у Дома Ликса. О, тоже хорошо. Все, Дом, очень хорошо. Классно. 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 То есть, по сути, оба прошли подводный уровень вполне-таки оптимально. Они будут взаимодействовать. Но они будут встречаться, после того, как они убивают всех Маверик. Они будут встречаться. Они будут встречаться. Они будут встречаться. Очень хорошо. Это было очень clean. Сейчас у нас опять... Он вернулся в Jill Pinguin, он будет снять арт-танк, опять же, часть 100% категории, просто другой И Дом сделает Хамелеон, а потом он сделает ревизит Пион В любом случае, конечно, они должны сделать это в некотором моменте Это будет выглядеть немного странно, но когда они начнут ревизит, они будут снизить Они, получается, пошли разными путями, Хамелеон у Домоликса будет, а у Тихи просто другой Зимний уровень Ну, Пингвина они уже били, значит, какой-то другой зимний Получается, они пошли разными маршрутами Даже не знаю, как они отличаются по скорости Он видел только один маршрут раньше Ну, Тихи теперь опять присоединился к Домоликсу на уровне с Хамелеоном Но перед этим он, получается, заходил на другой В основном, вы снимаете 18 бумеранг и 5 Dash Lemons, чтобы закончить его Сайрус, ты еще на связи? Да Отлично Вроде синхронизировались Они рассказывают Ага У нас, получается, сейчас время 21, 51, 52, 53 Я тебе дал отчет, что у нас происходит Ты впереди немного? Да, я на секунду впереди, буквально А, ну, это все отлично Окей Прикольный уровень именно дизайн Какой-то электрический лес, механический Бионические деревья Ну, хотя это вообще вся подоплека всего Мегамена Тут кругом сочетание органической материи и роботов Получается, вообще, сам сеттинг — это мир, в котором очень сильно продвинулась роботическая технология Хотя есть альтернативная вселенная Мегамена, называется Megaman Battle Network, где развинулись не роботы, а вот наука о сетях и далее Которая, ну, эта вселенная считается совершенно не канонической, но уже несколько игр по ней вышли Занятно Тоже носит в своем успехе Мегамена Вроде бы Демоликс, получается, справился раньше с этим боссом Единственное, что тикет заходил на какой-то другой уровень, на снежный, и зачем-то залез в робота и обратно пошел вот на этот уровень с миллионом Никаких идей, что это была на стратегии? Вот Демоликс, кажется, вот сейчас пошел на этот уровень Да, да, точно он там То есть вот это сделать нужно для стопроцентного рана, но в каком порядке именно они это делают, это не так важно, видимо О, отлично Да, вот Демоликса предметка позволяла ему проходить просто сквозь врагов, неуязвимость Звездочка, как звездочка в Марио, и действительно это очень оптимизирует передвижение именно по этому уровню. Он ужасен был в сплошной тоннеле, и враги высотой в этот тоннель. Там действительно необходимо было что-то такое, чтобы действительно не замедляться. Ну, у них действительно сильно разошлись маршруты. Теперь сложно проанализировать. Хотя нет, вроде бы Дом Аликс сейчас как раз-таки зашел на тот же самый уровень, на котором Тики. И на этот раз уже Тики впереди. Тут же очевидно, что Тики впереди. Получается, так и было минут еще 5-7 назад, просто из-за того, что Дом Аликс не заходил на один из уровней, он, казалось, что он находится впереди. Сейчас они опять на уровне с шахтами. Как же, я так понимаю, они возвращаются сюда, чтобы забрать апгрейд. И многие эти апгрейды можно поднять только, когда у тебя есть какая-то особенность, полученная от босса, или просто где-то на другом уровне. Потому что говорили, что вот смерть была додуманная. Что мне нравится в расписании? Megaman X, который идет сейчас, и Megaman Zero, который будет у нас после этого прохождения. Прохождение стопроцентное, при этом оценочное время около 40 минут. А потом будут Megaman ZX, ну и Azure Striker, Gunvolt, он во многом, кстати, заметно похож на Megaman. Но там-то категория прохождения любой процент, то есть максимально быстро, без, по крайней мере, Megaman ZX. Но время прохождения там больше, там оно будет час. Это настолько длинная игра, получается, ZX. Да. И я напоминаю, что они помирают не просто так. Deathsward перемещается к началу уровня. Ну, они пытаются получить какой-то апгрейд, который лежит на той скале. Я не знаю, как это зависит от смерти, может, оно меняется. Вот. О, он потерялся. Получается, он взял дупомерат. У Тики. Так и в этот раз не было этого апгрейда. А, вот. Дом удалось поднять. Да. Они не облажались, они специально умирают, потому что им нужно, чтобы на той скале была капсула. Вот, наконец-то и Тики удалось ее поднять. На этот раз Домоликс действительно ворвался вперед, потому что ему немножко больше повезло. Ну, Тики сильно не отстает пока. В один из разов там еще был вот этот телекорд. И там надо было поговорить с Доктором Лайтом. Да, как обозвали это движение, которое они получили, это Хадукин. Прямиком из Стритфайтера. Это, кстати, действительно отсылка к Стритфайтеру, но так и называется. Хотя впервые я ее, по-моему, увидел еще в Червячках, когда... Там-то это было в русской озвучке вспышка. Да. Сейчас они специально получают урон от этих роботов, потому что будут пытаться пропустить босса. Специальным способом, видимо, умерев в определенном месте. Здесь очень важно ввести все правильно. У-у-у. Это очень близко. Да, это очень близко. То есть здесь нужно определенным образом зайти на экран перехода уровня, и включаются сразу две заставки. Да, и бой начинается раньше, чем надо. Да. Но они получают. Это очень близко. Да. Это, как... Квик-скип. 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 Тридцать два очка урона наносит Хадукин и сразу убивает практически любого босса. А, но нужны для этого полная жизни. Следующий трюк, который они будут проворачивать, назван одним по имени одного из присутствующих в зале спидраннеров. Они, правда, не уточнили, чью честь конкретно. Ну, естественно, того, кто открыл этот трюк. А, Тики Клайм. Это очень быстрые прыжки по тому вертикальному туннелю. Опять-таки, Хадукин разбирается с боссом в один удар. Действительно, очень напряженно, получается, идет этот рейс, гонка. Они постоянно были качели, то один оказывался впереди, то второй. Но к самому концу они практически сравнялись. Сейчас между ними разница буквально пару секунд. Если она была в пределах полуминуты, что для такого непродолжительного прохождения это серьезное отставание, то сейчас они практически одновременно все делают. А сейчас они этого босса победили синхронно. Впрочем, это на самом деле еще не конец. Еще будет много очень тонких моментов, на которых каждый может очень хорошо себя проявить или не очень хорошо себя проявить и просто проиграть. Это боссы слабенькие, но на самом деле это просто очень секретный Хадукин. Он просто убивает с одного ударя. А, ну и да, собственно, довольно-таки популярная фишка мегаменов, это то, что в самом конце идет... Босс-раж? Как обычно? Да. По очереди проходятся все боссы, которые были в игре. Получается... А единственное требование для того, чтобы использовать Хадукин, это просто полная жизнь? Там нету какого-то перезарядки энергии или времени кулдауна? Он просто есть, его можно сразу использовать, когда полная... Будет просто зарядить надо. Ага. Ну да. Да, мегамен так и говорит. Хадукин! Опять-таки они отошли, чтобы не видеть взрыва босса, который, опять-таки, замедляет всю анимацию. Опять, разница уже до секунды сократилась. Что такое Хадукин? Еще раз напоминаем, это отсылка к игре Street Fighter. Файтингу, где у одного из бойцов, если не ошибаюсь, Рю, есть очень классное движение, которое так и называется, Хадукин. Он как бы концентрирует в своих руках шар энергии синего цвета и выпускает его во врага. Поскольку игра достаточно культовая, к ней много было отсылок, и это движение тоже многие люди воспроизводят в своих творениях. Что, собственно, сделали разработчики игры Мегамэн Икс. Еще в 93-м году. Да, разработчиками Мегамэн Икс является Capcom, которые, собственно, являются авторами Street Fighter. Спасибо за подсказку Касперу. Надеемся, сейчас сейчас не взорвется. Вилат достаточно громкий, надеюсь, для вас. У нас есть еще один танк, чтобы распил нас. Это один харт-трик, а другой. Вот еще один. Возвращаясь к харт-трикам. Это называется, Эр-Хадокен. Ага. Тут они используют Хадокен в воздухе. Они запрыгивают на ледяной платформу, которую они генерируют. Выходят на метаф и, на выходе, сразу же стреляют Хадокен. Ну, сейчас вот Домоликс все-таки оторвался. У него отрыв порядка пяти секунд. Объясняют, как работает вот этот выстрел в Хадокена. То есть они запрыгивают вот этот харт-трик. А, нет. Ужасно. Тики полностью. Ну, да, он восстановил жизни и все-таки выпустил своих генерируют Хадокен. Но он оплошал и получил урон, и вынужден был использовать, потратить еще несколько секунд на то, чтобы вылечиться и зарядить следующий Хадокен. Он рисковал, по-моему, он выпустил Хадокен раньше, сразу по входу в комнату. А Домоликс сыграл в тот момент более сейфово, он добежал до босса и дождался, пока тот сможет получить урон. А, как мы знаем, что он умеет, что он может вызвать Хадокен. Он выскочить тюрьмы в себе. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Докен проигрывает, мы дико проигрываем, но конкретно отстает Тикин Добавил субтитры DimaTorzok 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 Другими�oux в другом Альcom Другими проектами Другими проектами Другими проектами Клинк quella игр по Мегамэну уже не было довольно давно, ну, так, с 2012-го примерно года. А может быть, он и не будет? Хара? Который? Привет, мы тоже. Там, где-то, что-то. Мы уже в эфире. Передаем привет. Привет всем. Привет тем, кто нас постоянно смотрит. В ZX White, RU, вам отдельный привет. Спасибо за то, что вы адекватны. Я не могу быть в этом месте. Здравствуй, кстати, Сайрус. Я забыл поздороваться с Сайрусом. Нет. Я думаю, он... У меня услышал, нет? Услышал, да? У кого-то работает. Да, я слышал. Сайрусу, кстати, огромное спасибо за то, что он чинит бота. А я его увожу в мут иногда. Что так получилось? А как, подними, понимай? Просто FFZ плагин, видимо. Сломался. Что поделать, ладно. Аллигатор? Аллигатор еще не пришел, аллигатор занят них. Аллигатор был здесь буквально полчаса назад. Значит, больше обязательно вернемся. Еще будет, да. 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 Да.